здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал пиндосом снесло крышу русским помогают значит попалась мне интересная статья которую я вам и хочу ребята зачитать так вот такая вот статья пентагон получает предупреждение если сша нанесут удар по русским в сирии по америке нанесут удар нло и значит главный пиндос вот тут охреневает приблизительно с середины прошлого года люди по всему миру периодически сообщают о странных взрывов в небе которым нет никакого объяснения местные власти списывают все на полеты истребителей преодолевающих звуковой барьер но люди не идиоты как это так что грохот от преодоления звукового барьера есть а самолета в этот момент в небе нет вот ну тупые эти американцы как сказал наш известный сатирик царство ему небесное и хотя подобные громы наблюдаются повсеместно больше всего их происходит в сша где в последнее время аномальные явления необычайно участились 14 марта жители сразу двух штатов сша штатов оклахома и техас сообщают о непонятном громе в небе сопровождаемым необычными вспышками при этом наса не сообщает никаких метеоритов а узла какая-то служба у сгс не сообщает ни о каких землетрясениях вот значит пожалуйста откуда-то вот взята читайте кто шпрехает по пиндоски все посты из техаса и оклахомы мы не приводим в целях экономии места их много и ссылка на весь список будет дана ниже пока посмотрим на другие подробные события громы в небе света представления и прочие спецэффекта канада город лондон провинция антария 12 марта кому будет интересно ребята смотрите есть видео 6 марта штат юта сша и северный йоркшир северо-восток великобритании и есть видео округ грейс-харбор штат вашингтон есть видео в последнем случае был полный набор спецэффектов грохот в небе и яркий оранжевый свет осветивший весь горизонт шериф граста графства грейс-харбор рик скотт пишет что он ехал из олимпии в грейс-харбор каунти когда увидел гигантскую вспышку я увидел огромную вспышку того что казалось было оранжевым светом оно освещало весь горизонт на западе при этом грохот был такой что сработали даже сейсмографы в тихом океане пожалуйста стихомографы мистер мбб-333 сделал хороший обзор всех подобных случаев наблюдающихся в сша в марте пожалуйста видео возникает логичный вопрос а что же это такое пока сейсмологи и метеорологи гадают на этот счет редакция ветеран студей представляет свою версию объяснений ситуации в которой наш взгляд стоит который на наш взгляд стоит прислушаться учитывая прошлое место работы службы этих парней однако для понимания ситуации нам следует вспомнить события октября 1973 года который в учебниках истории описаны война судного дня официально это была война между египтом и сирией с одной стороны и израилем с другой началась она 6 октября а закончилась 25 октября когда сша объявили высшую боевую готовность всех частей своих вооруженных сил так написано в истории официо а вот что пишут про этот момент ветеран студей я просто помню как ко мне повернулся летчик бомбардировщика выронивший свои печеньки и сказавший похоже русские субмарины врезали по нам своими ракетами и по-английски все это происходило в октябре 1973 на авиабазы ввс сша в уртс миф штат мичиган в тот момент это была главная база стратегически стратегической авиации сша где базировалась основная часть б-52 и как пишут ветеран студей сначала войны судного дня на авиабазе началось форменное светоприставление это было нечто составляющее приблизительно 300 футов в длину и 50 футов в диаметре она вошла в воздушное пространство сша где-то над сиэтлом штат вашингтон и двигаясь на высоте порядка 4000 футов она летела строго горизонтально пролетела над уртсмитом потом она словно вошло в озеро гурон это видела множество людей на расстоянии суть сотен миль поэтому информацию нельзя было замалчивать и о происшествии объяснили по телевизору рассказов про метеорит и еще бы рассказали что метеорит был с красным флагом и серпом и молотом вот было бы вообще нормально некоторые люди из редакции ветеран студей служили в 1973 году в военной разведке сша на тот момент они были не в сами не в самых высоких званиях однако в отличие от писателей википедии видели все своими глазами по их мнению в октябре 1973 года в мире был такой ядерный кризис что общеизвестный карибский кризис был на его фоне детским утренником очень возможно что дело дошло даже до первого обмена ядерными ударами ударами но вмешались но и уме и уничтожили все запущенные ссср и сша ракеты елки-маталки при этом один из но прокатился на виду у всех соединенных штатов заставить белый дом как-то объяснять это свето представление публике сейчас по мнению ветеран студей в мире аналогичная ситуация опять на повестке дня израиль и сирия опять сша и россии грозятся обменяться в этом районе ударами и тут еще подключился лондон на побегушках но как только ситуация в сирии совсем накалилась в небе сша и в небе над англией началось света представления ура ребята это прилетели наши русские но сопоставляете события событиями 1973 года которым они были свидетелями ветеран студей полагают что таким образом инопланетяне как-то предупредили и пентагон и белый дом и господина трампа на предмет излишней активности вмешавшись в ситуацию в 1973 году нло сильно охладили горячий голову поставивший мир под угрозу тотальной ядерной войны сегодня подобная лестница экскалации может начаться с обмена ударами между сша и россией в сирии поэтому нло вмешались и на этот раз возможно поэтому целый флот нло висел над флоридой и о чем-то лично извещают дональда трампа у которого в этом районе личная резиденция ну наконец-то ребята слава богу хотя бы инопланетяне за нас а то все эти все эти паскуды ну все против нас ополчились а наконец-то слава тебе господи прилетели хоть кто-то кто за нас так пожалуйста видео к слову не далее как вчера господин трамп вдруг решил учредить в сша корпус космической пехоты елки-маталки держите меня все набор в которой предлагают определенно всех и любых желающих поскольку подразделения космических войск занимающиеся спутниками в сша давно есть то есть этот космический корпус никак не будет аналогом российских вкс речь идет о реальном призывы массы людей на службу версия veterans today может показаться довольно безумной на первый взгляд тем не менее пока только она пока только она все эти небесные спецэффекты хоть как-то но объясняет с интересом следим за развитием событий ибо не исключаем что в пентагоне намека не поняли поэтому как следствие америку ждет полный эндепендес дэй и на этот раз отважным кучерявым чернокожим морпехом спасти демократию не удастся ибо наши великие будут некими на кинематографические а самые настоящие ура товарищи спасибо за внимание подписывайтесь на канал будут показывать вам много интересной брехни до свидания